Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Право на детство». Сегодня мы поговорим о семьях, в которых воспитываются особенные дети с ограниченными возможностями здоровья. Именно на такой формулировке настаивают многие специалисты, потому что по факту возможности таких детей безграничны. Поможет нам разобраться в теме руководитель проекта «Огонек» программы «Дорога к дому» Надежда Конкина. Здравствуйте! Здравствуйте! Для того, чтобы в повседневном быту инвалиды не ощущали ограниченных возможностей здоровья, существуют специальные программы, в том числе и государственные. Но, выезжая на улицу, пытаясь попасть в общественный транспорт, магазин, практически в любое учреждение, инвалид на каждом шагу сталкивается с напоминанием о том, что возможности все-таки ограничены. В России насчитывается в том числе и полтора миллиона детей инвалидов. Скажите, пожалуйста, какие заболевания характерны для череповца? Вообще на первом месте традиционно остаются нарушения опорно-двигательного аппарата, нарушения различные другие. Но в последнее время в России отмечают увеличение количества таких заболеваний, как нейросенсорная тугоухость, аутизм. И, к сожалению, очень помолодеют такое заболевание, как сахарный диабет. Это тоже причина для инвалидности? Да. Как рано выявляются признаки нарушений таких? И какую помощь могут оказать специалисты в сфере здравоохранения, социальной защиты населения, специалисты программы «Дорога к дому» в том числе, вот таким детям? Ну, выявляются такие нарушения на разных возрастных этапах. Это может быть и при рождении уже заметно, а также и в более позднем возрасте. Здесь очень важно внимательно следить за состоянием ребенка. И очень важно, когда родители отмечают, как развивается ребенок, говорят об этом врачам-педиатрам, когда приходят на участок и следят за своим здоровьем. Важно, чтобы они никогда не боялись обращаться к специалистам за помощью, за консультацией, если что-то видят, что-то не так. Очень внимательно у нас обращаются врачи, когда наблюдают за ребеночком. И именно они первые наблюдают какие-то либо изменения в состоянии здоровья ребенка, либо в его развитии. И, конечно, могут показать первоначальную помощь. Очень важно на этом этапе оказать не просто рекомендательную какую-то сопроводительную помощь, но и психологическую поддержку родителей на этом этапе. Также очень часто отмечают иногда и воспитатели внимательные, когда видят, что в коллективе ребенок как-то не так себя ведет, немножко не умеет общаться, например, со сверстниками. Ну и различные другие опасения, которые возникают. Здесь важно родителям прислушаться к мнению воспитателей и, конечно же, обратиться за помощью к специалистам. И именно в программе «Дорога к дому» работают очень квалифицированные психологи и другие специалисты, которые уже на ранних этапах подхватывают семью и сопровождают ее в течение того периода, когда семья находится в трудной жизненной ситуации, вплоть до того, чтобы выйти с семьей из той ситуации, в которую они попали. Давайте проясним тогда, что делается в городе у нас для инвалидов, для детей инвалидов, какие проекты программы «Дорога к дому» направлены на работу с семьями, в которых воспитываются особенные детки. Об этом снимали сюжет журналисты «Черинфо.ру». Внимание на экран. Екатерина Лошенкова уже около года водит «Дочь Майю» в реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями преодоления. У двухлетней девочки серьезные заболевания, а здесь малышки оказывают всестороннюю помощь. Мы очень довольны работой именно психологов, логопедов, специалистов по раннему развитию. Мы сейчас ходим в бассейн, ей очень нравится. Из этого зала вообще ее не вытащишь. Реабилитационный центр преодоления оказывает поддержку детям от рождения и до 18 лет. И это не только социально-медицинская, психологическая и педагогическая помощь, но и подготовка ребят к самостоятельной жизни. И после двух-трех лет реабилитации они все от нас уходят в детские сады, а потом в школы. Это очень важно, что сейчас у нас тесная преемственность, и у нас нет каких-либо проблем для того, чтобы от нас после нашего курса реабилитации дети уходили в детские сады и школы. Это очень важно. Это очень важно и для родителей, и для детей, чтобы они считали себя абсолютно такими же, и они помнили о том, что у них те же права, что и у всех детей, которые живут в нашем городе. На сегодняшний день в Череповце 776 детей-инвалидов. В детских садах для ребят с проблемами здоровья открыты 92 группы, компенсирующие направленности. Что касается школ, то здесь семьи могут выбрать, что лучше для их особых детей. Индивидуальное обучение на дому, дистанционное с помощью интернета или инклюзивное, то есть непосредственно в школе. В последние годы в Череповце, как и по всей области, реализуется программа «Доступная среда». И в шести городских школах уже созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями. Эта программа идет на основе софинансирования. Все работы по созданию условий, то есть создание пандуса, например, санитарно-технических комнат, это финансировалось из городского бюджета. А оборудование за счет федеральных средств приходило к нам уже через область. Это аппаратно-программные комплексы для детей и с недостатками слуха, и зрения, опорно-двигательного аппарата. Кроме того, в этом году у нас еще проводятся такие работы еще в трех учреждениях. Вернее, в специальной коррекционной школе первого вида уже завершены работы, а в двух школах 27 и 32 они продолжаются. И мы ждем до конца года также поступления оборудования. Школу номер 25 посещают шесть детей с разными особенностями здоровья. Здесь имеется необходимое оборудование для ребят с нарушениями зрения, слуха и с проблемами опорно-двигательного аппарата. При поступлении ребенка такого в школу, естественно, проходится беседование с директором школы, с заместителем директора. По возможности принять такого ребенка в наше образовательное учреждение, то оборудование, которое поступило по данной программе, что мы можем использовать при обучении данного ребенка, определяется перечень этого оборудования. Ну и включается уже работа педагогов и педагога-психолога. А вот шестиклассница Алина Пестова пока находится на индивидуальном обучении. Но они с мамой не исключают и возможный переход в школу. Нам безумно нравится, что мы учимся индивидуально, потому что подход к ребенку правильно называется индивидуальный. Нам предлагали попробовать походить в школу, но у нас немножко, может быть, Алина чуть-чуть особенная. Ей проще и удобнее найти контакт с учителем один на один. В школе, так как большое количество учеников, ребят, она растеряется. Она теряется, но хотя она всегда говорит, мама, я, конечно, хочу дружить с ребятами, все, общаться. Они общаются, может, как могут, где-то встречаются на каких-то мероприятиях, через интернет опять-таки же. Но занятия пока мы предпочитаем, конечно же, дома. Мы не закрываемся ни от каких праздников, мероприятий, олимпиад, соревнований. Мы всегда за, мы принимаем участие во всех. Дети с ограниченными возможностями сейчас могут заниматься и в центрах дополнительного образования. Многое делается для того, чтобы ребята не оставались в стороне от культуры и спорта. Например, в Кроссе нации ежегодно участвуют и дети-колясочники. В городе развиваются проекты «Хоккей» и «Волейбол без границ». А в аквапарке для них действует программа коррекционного плавания. Несколько программ по поддержке семей, воспитывающих детей инвалидов, действуют в благотворительном фонде «Дорога к дому». На базе Центра преодоления работает служба семейного сопровождения «Огонек». А на базе кафедры дефектологии Череповецкого госуниверситета реализуется проект «Уроки особого детства». Он осуществляется в партнерстве с общественной организацией «Я могу», которая создана инициативными родителями, воспитывающими детей с нарушениями в развитии. Это родительские группы по оказанию психологической поддержки, преодолению стрессовых ситуаций, пониманию себя и своего ребенка. В последние годы в городе много делается для детей-инвалидов. И все же, чтобы их жизнь стала проще и разнообразнее, сделать предстоит еще немало. Даже так необходимые пандусы при входах в подъезды есть не во всех домах, где живут инвалиды. Что не хватает именно в нашем городе, это детских площадок, я считаю, потому что площадки везде для таких детей не предназначены. То есть им тяжело подниматься по лестницам. Деткам, хотя у них ограничены, ну с ограниченными возможностями, не могут там полноценно ходить, но им все равно так же хочется играть. И мамам хочется так же гулять, а возможностей как бы нет. Есть ли что добавить или обо всем журналисты сказали про все программы? Есть еще проект с первых дней, благотворительная программа «Дорога к дому». И также хотелось бы отметить, что в рамках благотворительной программы «Дорога к дому» в проекте службы семейного сопровождения «Огонек» функционирует такая услуга, как коротковременное размещение детей, так называемая передышка. То есть она более просто, да, так назвать передышка. Это когда родители, особенно детей, могут оставить своего ребенка уже с профессиональными принимающими родителями. То есть на время, это может быть от одного часа и до пяти суток, они могут оставить ребенка с профессиональными семьями, с профессиональными родителями, которые прошли подготовку, узнали, что такие семьи есть, узнали их особенности, как ухаживать за ребенком, как воспитывать его, как развивать его, как кормить его. И в общем все-все навыки, которые необходимо знать для того, чтобы разместить у себя ребеночка. И в это время, пока ребеночек находится с такими родителями принимающими, родители могут свои крови, могут принять участие, может быть, в каких-то мероприятиях, которые ему очень необходимы. Например, положим лечение, да, лечение родителей. Возможно, это оформление каких-то документов, которые невозможно оформить, когда с тобой рядом ребеночек. Это все, что угодно. То есть все бытовые трудности, которые испытывают родители, когда не с кем оставить ребенка, то их все можно решить в рамках этой услуги. Я считаю, что она очень значима для наших горожан. И в этой услуге может участвовать каждый житель города Череповца. Он может стать такой принимающей семьей. Нужно просто обратиться в проект службы семейного сопровождения «Огонек», пройти специальные курсы, уроки добра они называются, и стать таким же принимающим родителем и помогать таким семьям. А сколько времени длятся вот эти курсы? 40 часов. То есть они распределены, опять же, мы под каждую группу делаем свое учебное время. Насколько удобно, то есть в какой категории принимающих родителей, скажем, так мы работаем. Это у нас проходили и студенты, это проходили и просто жители города, ну и специалисты различных учреждений. То есть все зависит от того, насколько занят сам человек, которого учат. А вот когда ребеночек поступает на эту передышку, живет он где? Вот этот принимающий родитель берет его к себе или приходит к нему? Ну, вообще-то, конечно, такая процедура изначальная. Для каждой семьи подбирается вот этот принимающий родитель. Они сначала знакомятся с семьями. Они знакомятся с ребеночком. Насколько ребенку комфортно с этим человеком? Ведь очень много психологической привязанности, да? То есть как сошелся ребенок со взрослым, либо не сошелся. Если не сошелся, подбирает другую семью. Это все происходит на базе реабилитационного центра преодоления и при поддержке психолога обязательно. То есть на встрече обязательно находится психолог, который очень хорошо знает семью и, соответственно, принимающего родителя. После того, как они познакомились, и все хорошо, у них все сложилось, и мамочка уже может спокойно оставить своего ребенка, можно сказать, с просторонним человеком, да, но уже близким для нее, заключается соглашение трехстороннее между благотворительным фондом, дорога к дому, принимающим родителям и родным родителям. И это вот все на документальных основе, все это подписывается и назначается в то время, когда необходимо настоящему родителю, в то время, когда ему нужно куда-то сходить. Это такая добровольная няня. Да, она как добровольная, она даже немножко оплачиваемая. Боже, хорошо, еще услышала в сюжете про уроки особенного родительства. Это что-то другое, правильно я понимаю? Да, это проект, уроки особого детства, который был создан благотворительной программой «Дорога к дому» на базе Череповецкого государственного университета, дефектологического факультета. Значит, специалисты данного факультета проводят с родителями уроки, занятия по обучению их в домашних условиях, как развивать своего ребенка. Ну, мне кажется, сюжет был очень полный и очень раскрыл этот проект. Проект, на самом деле, очень замечательный и пользуется большим успехом у родителей, насколько я знаю. Что делают родители в нем? Чем они учатся? Проходят так, там, по-моему, все было понятно. Были группы поддержки, проводятся занятия для родителей по обучению им навыкам воспитания и развития в домашних условиях. И в то время, когда родители занимаются, с детишками сидят волонтеры, студенты, которые учатся на дефектологическом факультете. Также организованы различные досуговые мероприятия, выезды, экскурсии, поездки, где семьи принимают активное участие, ездят, отдыхают. И это очень сближает семьи, это очень их раскрепощает. То есть они отдыхают на самом деле. Понимают, наверное, что нет такой ситуации. Главное, это поддержка, конечно, этих родителей в данной ситуации. Очень здорово. Еще затрагивалась тема у нас в сюжете. Это о программах для детей-инвалидов различных и о том, чего бы еще хотелось родителям, чего, может быть, не хватает, да, каких программ, каких услуг, возможно, чтобы дети особенные не ощущали себя ограниченными в возможностях и быстрее адаптировались. Вот что планируется, возможно, что-то еще будет? Будет дороги к дому? Ну, конечно, будут развиваться, да, те проекты, которые сейчас существуют, они в дальнейшем будут развиваться и работать с такими семьями. Но очень важно здесь обратить внимание на толерантное отношение общества к данным семьям. Здорово, что в последнее время работа эта идет очень успешно. Детей уже с дошкольного возраста знакомят с особенными детьми, да, и не только детей, но и их родителей. И такие семьи, они могут принять участие в различных концертах. Значит, такие семьи стали приглашать в театры, стали на концерты, в кинотеатры. Они могут ходить и участвовать, ну, то есть во всех мероприятиях. И очень важно, конечно, это создание вот самих площадок, где бы дети здоровые и дети с ограниченными возможностями наравне играли, веселились и развлекались, и жили все дружно. Вот вопрос тогда, готовы ли дети с ограниченными возможностями здоровья выходить из дома, становиться более активными. Вот в сюжете мы видели, что мама говорит, ребенок хочет, но стесняется все равно вот даже в больших каких-то компаниях. То есть они общаются, но индивидуально лучше происходит. Вот готовы ли детки выходить, общаться? Нужна ли им дополнительная какая-то помощь, чтобы решиться на всестороннее общение? Ну, конечно, это очень важно для таких семей, выходить из дома, общаться с семьями. Но есть определенный страх у родителей, то есть быть непонятными или еще что-то. Конечно, в нашем обществе сейчас уже очень многое делается для того, чтобы такие семьи не чувствовали себя какими-то особенными. То есть это и строятся различные пандусы, да, и выстраивается, в общем, подготавливается среда. Есть автобусы сейчас с низкой посадкой, если обратить внимание, они на улицах. То есть, в принципе, создаются условия к этому. Но очень важно и поддержка средств массовой информации, говорить вслух о проблемах этих детей, чтобы родители не закрывались, не замыкались вот на своем, чтобы они видели, что есть еще такие семьи. И нужно просто попроситься за помощью к специалистам и познакомиться с другими семьями. И очень важно, что в последнее время, и не просто в средствах массовой информации об этом говорят, но и известные люди говорят о том, что и в их семьях рождаются особенные дети. И в этом нет ничего страшного, не нужно замыкаться на какой-то проблеме, нужно просто развиваться, нужно учиться жить с этим, учиться преодолевать те трудности, которые возникают у семьи. Ведь в каждой семье возникают целинные трудности. Вопрос возник сейчас, много ли семей обращаются в дорогу к дому? Цифры были названы, сколько у нас в Череповце живет особенных деток. Все ли они к вам приходят? В проект, например, как служба семейного сопровождения «Огонек» обращаются семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, у которых есть какие-то признаки семейного неблагополучия. То есть не просто то, что родился ребеночек такой, а то, с какими трудностями он сталкивается. И эти трудности накладывают отпечаток на семейных отношениях. Может быть, внутрисупрежеские отношения страдают из-за этого, детско-родительские отношения страдают из-за этого. Поэтому служба семейного сопровождения направлена больше на работу с родителями, на работу с семьей, с ближайшим окружением. А с детьми, то есть с ними занимаются, конечно, специалисты проекта, но на это есть много различных ведомств. То есть это и учреждения здравоохранения, учреждения образования, социальные защиты населения, такие как реабилитационный центр преодоления. Давайте тогда вот еще про выход деток в общество. Школы инклюзивные у нас создаются, мы тоже это слышали и видели в сюжете. Они оборудованы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. И корреспонденты наши пошли дальше и спросили у горожан, как они относятся к тому, что в общеобразовательных школах будут учиться деточки с особенностями в развитии. И, соответственно, где стоит обучаться детям, инвалидам? В общеобразовательных школах или в специальных? Давайте посмотрим результаты, какие у нас были опроса. Должны учиться в нормальных школах, если у человека какие-то физические отклонения, он такой же человек, как и мы все. То есть для них должны быть созданы условия специальные, там пандусы или еще что-то там. То есть, конечно, должны учиться наравне с остальными ребятами. Ну, если они могут адаптироваться в обычной школе, наверное, это будет не хуже. Ну, бывают вещи, вернее, бывают случаи, когда адаптироваться ребенок просто по каким-то объективным причинам не может. Поэтому тогда, наверное, нужно... Ну, положим, глухонемые, они плохо слышат, слабослышащие дети. Вот, а так... Сейчас, кстати, в школах очень много детей, и слабовидящих, и слабослышащих. Здесь конкретно сказать, конечно, сложно. По-моему, все равно должно... Какие-то ограничения должны быть, чтобы и детям легче было, и родителям. Все равно должно быть, по-моему. В нормальной школе общаться вместе с детьми, с нормальными. Чтобы у них было как бы развитие, они видели жизнь во всех ее реалиях. Я думаю, что должны учиться в обычных школах с другими детками. Чтобы они развивались вместе с ними, учились в новом, брали детей самое лучшее. Я считаю, что они должны учиться в специализированных классах. Я сама работала в специализированной преодолении центра. Им там лучше гораздо. И сейчас работать в центре боевых искусств, где у меня тоже дети присутствуют в общей группе, тяжеловато им. Нет, в обычной. Они все-таки общаться бы стали с ребятами, со своими. И больше навыков бы получили. Ну, можно в обычных школах. Они же такие же дети, ничего не отличаются от наших детей. А вы как считаете? Лучше специализированные. С уклоном. Мнения разделились. Чтобы далеко не ходить, резонансный случай был в Москве. Вот совершенно недавно освещался в средствах массовой информации. Родители одного из классов попросили переделать школьный альбом, потому что в кадр попал особенный ребенок, который в классе не учился, но попал в кадр. Резонны ли такие реакции? И чего боятся или, может быть, люди не понимают в отношении детей инвалидов? Такое может быть. Ведь не все психологически готовы к тому, чтобы в их классе учился особенно ребенок. Но это связано с непониманием, с незнанием. И, может быть, где-то даже с культурой поведения, культурой общения. Поэтому мы не застрахованы от этих случаев. И общество меняется. И, надеюсь, что меняется. К лучшему таких случаев будет все меньше и меньше. Надежда, я знаю, что психологи «Дороги к дому» проводили свои опросы, в том числе и о том, где обучаться детям инвалидам, и о том, как принимает общество детей инвалидов. Какие результаты получаются у вас? Да, было проведено социологическое исследование проекта радиодействия благодарительной программы «Дорога к дому». И последним данным в 2015 году было выявлено, что уже 91% населения наших жителей готовы к тому, чтобы дети с ограниченной возможности, в частности с физическими нарушениями, дружили со здоровыми сверстниками. То есть это такой очень радующий процент, и 66% готовы к тому, чтобы их дети дружили со сверстниками, у которых есть нарушения в умственном развитии. Но, к сожалению, есть такие цифры, когда очень низкие, это 4% из населения, 100% опрошенных, готовы принять особенного ребенка в свою семью. То есть над этим, конечно, еще нужно работать и готовить общество, принимать таких детей. Здесь речь шла о чужом ребенке, который нездоров, или если родится свой ребенок? Нет, это, наверное, чужом ребенке, который нездоров все-таки. Спасибо. И в чем тогда задача общеобразовательной школы? Вот, закупили оборудование, обустроили пандусы, поручни, технические какие-то средства для помощи передвижению. Можно ведь так сделать, да, а люди не пойдут учиться. В чем задача? Ну, вообще, конечно, это связано со страхом самих родителей, отправлять своего ребенка в общеобразовательную школу, в школу, где очень много людей. Это связано с тем, что, наверное, они боятся о том, что вдруг ребенка неправильно поймут в детском коллективе. Возможно, ребенок не будет усваивать программу, по которой учится весь класс. Возможно, ребенку необходимо будет время для того, чтобы отдохнуть, и специальная зона, место отдыха для ребенка. Поэтому родители очень осторожно к этому подходят. Очень важно здесь создавать те условия, которые необходимы. В коррекционных школах созданы все условия для того, чтобы обучались, ну, особенные дети. То есть это и короткие уроки, это и длинные переменные, это места отдыха в классах, где ребенок может отдохнуть. Ну, и, конечно, если ребенок вообще находится на индивидуальном обучении, на домашнем обучении дома, то здесь он может в любой момент, когда ему стало плохо, когда ему стало некомфортно, когда ему захотелось, например, попить или еще что-то сделать, он может прервать урок с учителем, да, и сделать те вещи, которые ему сейчас необходимы. Наверное, поэтому родители больше предпочитают вот те виды обучения. Спасибо. И тогда давайте... То есть опасения родителей понятны, родителей, которые воспитывают особенного ребенка. Какая, может быть, должна вестись работа с классом, или кто работает с классом, с детьми, учителями, в школах, чтобы вот как-то разницу эту, может быть, стирать или как? Ну, насколько я знаю, эти процессы еще до конца не сформированы у нас в обществе, и это является одной из главных проблем, над которой необходимо работать. То есть должна быть определенная программа, где готовят не только детей и родителей с одной и с другой стороны, но и готовят педагогический состав к инклюзивному образованию, и готовят вообще весь учебный процесс, который должен это строиться. То есть изменения какие-то должны произойти? Конечно. То есть невозможно просто взять и посадить особенного ребенка в класс к другим детям, которые не испытывают никаких неудобств. И тут вдруг все заработало. Конечно, конечно. Вообще, наше общество идет к этому. И вот уже были попытки, нам родители рассказывали, что они ходили в общеобразовательную школу, их прекрасно встретили, все было хорошо. То есть для ребенка все были созданы условия. То есть такие случаи уже сейчас есть, и я думаю, дальше будет развиваться, к этому обществу идти, и все будет хорошо. Было бы здорово. Как правильно вести себя взрослым детям, когда они встречают или общаются, взаимодействуют с ребенком инвалидом, да и со взрослым, возможно, да, потому что из-за ребенка вырастает взрослый. Есть ли какие-то правила, и стоит ли готовить детей и взрослых к такому общению? И каким образом? Ну, конечно, стоит готовить и родителей, и детей к такому общению. Но это элементарные правила этикета, правила поведения о том, что необходимо, может быть, это помочь ребенку. Если ему плохо слышно, может, подойти к тому уху, которым он лучше слышит. Смотреть ребенку в глаза и говорить понятно, да. Может быть, опуститься на уровень роста этого ребенка, чтобы ему было понятно, о чем сейчас идет речь, и ему было комфортно с вами общаться, да. И, конечно, недопустимо различные резкие высказывания, критика по отношению к этому ребенку. Это очень важно. И этим должны заниматься как родители, так и специалисты тех учреждений, куда ходят эти дети. Вот, но также нужно помогать детям. То есть не нужно считать, что это какой-то вот особенный ребенок, и жалеть его. Вот на самом деле этим семьям совершенно не нужна жалость. Им необходима поддержка, им необходимо именно понимание их проблемы. И тогда, то есть тогда они открываются, тогда они готовы заявить о том, что да, вот это произошло, и что делать дальше. Вообще эти семьи проходят через очень многие испытания. И стоит их за это ценить, стоит их за это уважать. Вообще эти испытания, они делают людей очень сильными. Поэтому важно поддерживать таких людей. Где граница между жалостью и поддержкой? Нужно требовать адекватно. То есть не нужно требовать что-то очень жестко, того, что ребенок не сможет сделать. Но нужно чувствовать, что если этот ребенок вот это уже сделал, а дальше вот следующая ступенька, то нужно требовать от него эту следующую ступеньку. Но требовать мягко и давать ему возможность поверить в свои силы. Ты сможешь, у тебя получится. Давай попробуем вместе. То есть вот такой поддерживающий диалог, который должен быть в общении с ребенком, но и с родителем тоже. Да и с любым ребенком. Конечно, конечно. То есть нужно относиться к ним как к обычным здоровым детям. Это ребенок, это прежде всего ребенок. Не стоит ли тогда начинать с детского сада? Вот мы говорим о том, что школа инклюзивная у нас есть. Может быть, стоило бы с раннего возраста объединять детей в общие какие-то группы, потому что стрессовая, мне кажется, возникает ситуация. Ребенок воспитывался дома, крайне редко там куда-то выходил на какие-то, ну пусть концерты или мероприятия, или специальные праздники, организованные для таких же деточек с особенностями развития. И вдруг 7-8 лет проходит, и он попадает в школу, и вот тебе, здрасте, Натя, надо учиться со всеми остальными абсолютно соотличающимися от меня детьми. Ну, на самом деле, сейчас работа такая очень ведется. И дети особенные, они идут в общеобразовательные школы, они идут в коррекционные детские сады, в коррекционные детские сады. И их уже принимают, и с ними занимаются наравне с здоровыми детьми. Если же по каким-то причинам все-таки ребенку, ну, категорически противопоказаны групповые формы работы, или там что-то такое, то для этого есть реабилитационный центр преодоления, в который ходят ребята, занимаются в малых группах, занимаются небольшим составом, не очень длительно по времени, подбирается специально щадящий режим. Вообще весь реабилитационный план, он строится индивидуально под каждую семью, под каждого ребенка с ограниченными возможностями. Поэтому этот ребенок, он уже общается со сверстниками, он уже готовится к будущему выходу в школу, он уже готовится к тому, что он будет жить среди остальных людей. То есть он не остается таким запнутым, даже дети с онкологическими заболеваниями. То есть маленькие группочки, они уже выходят, они уже видят, они уже начинают общаться. И здесь очень важна поддержка специалиста вовремя, вовремя поддержать родителей в этой трудной ситуации. Есть ли необходимость взаимодействия школьного психолога, или вот если мы говорим про детский сад, психолога детского сада, со специалистами дороги к дому? Или функционал приблизительно одинаковый, одни другим ничего дать не могут? Или нужно все-таки взаимодействовать? Или по запросу вы работаете? Вообще взаимодействовать, конечно, нужно. Нужно сойти от проблем семьи. Если семья вводит ребенка в какое-то учреждение образовательное, и в этом учреждении возникают какие-то трудности, необходимо, конечно, их решать. И для этого и существует поддержка, да, для таких семей существует программа «Дорога к дому», где они могут, конечно, обратиться за помощью специалистов проектов, которые работают с детьми с ограниченными возможностями, и получить уже какой-то результат. Вообще эта работа, она ведется и сейчас. Когда возникают какие-то трудности, и специалисты либо к нам обращаются, либо сами родители к нам обращаются, тогда мы уже выходим на ту школу или на тот детский сад, в котором занимается ребенок, и вместе решаем проблемы этой семьи. Самое важное, чтобы вокруг семьи была команда специалистов. Это и учреждение здравоохранения, это и учреждение образования, ну и, конечно, это учреждение социальной защиты населения и программа «Дорога к дому». Наверное, родительский настрой еще очень важен. То есть иногда бывают случаи, вот как вы говорите, да, адекватная требовательность к ребенку. Это то, чего мы хотим. От родителей, обычных детей, необычных детей. Если гиперопека, то есть мы сдуваем пылинки, мы не даем ребенку ступить куда-то лишний шаг. И здесь вот в школу я его не веду, потому что там его не поймут, затюкают. И сюда я его не поведу, и пускай вот сидит дома под моим присмотром. А он особенный. Вот в этом случае нужна ли гиперопека? Или, ну то есть стоит вот эти пылинки-то сдувать, или все-таки в большую жизнь продвигать? Чем чревата гиперопека, или она помогает только? Ну, вообще все зависит от ситуации, в которой была семья. Возможно, этот ребенок вообще находился на той грани между жизнью и смертью. И опасения родителей, они на самом деле очень даже обоснованы. Нужно сходить из ситуации. Здесь очень главное смотреть за семьей, да. Если, например, кто-то из соседей, может быть, из ближних родственников, видят какие-то признаки того, что семья, может быть, или гиперопекает его, или наоборот, относится как-то не очень, скажем так, ну, по мнению, да, там, может быть, жителей, что как-то попустительски или еще как-то. Здесь просто нужно обратиться в программу «Дорогу к дому», где выяснить ситуацию, что происходит в семье, почему это происходит, и помогут этой семье дальше. Потому что очень часто даже сами родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, боятся себе признаться в том, что что-то не так, в том, что я как-то не так отношусь к своему ребенку. Очень многие из них, ну, себя гложет изнутри, изводя вот этим, но это очень сильно сказывается на ребенке. Нужно вовремя поддержать эту семью, вовремя ей помочь. И здесь ближайшее окружение сыграет очень важную роль, если обратиться в проект «Дорога к дому», в частности, службы семейного сопровождения «Огонек». Мы именно над этим и работаем. Мы, конечно, всегда очень рады принять такие семьи, всегда рады помочь специалистам других учреждений, которые к нам обратятся за помощью. Главное, чтобы семье было хорошо, и главное, чтобы ребенок был в безопасных условиях в семье. — И это важно. Кого приходится адаптировать больше? Вот мы говорим об адаптации. Кого приходится адаптировать больше? Общество к детям-инвалидам и к инвалидам вообще, или инвалидов к обществу? — Ну, раньше, конечно, было очень сложно детям с ограниченными возможностями, вообще людям с ограниченными возможностями, потому что приходилось им подстраиваться под общество. Но представьте себе, если человек без руки и без протеза, то у него рука никогда не вырастет. Ему очень трудно адаптироваться под общество. И здесь хотелось бы процитировать одного очень известного ученого, который сказал о том, что если сильный человек хочет помочь слабому, нужно адаптироваться самому, а не наоборот, не требовать этого другого человека. Поэтому в нашем обществе сейчас идет очень хорошая тенденция к тому, что затрагиваются проблемы людей с ограниченными возможностями. И подстраивается среда под людей с ограниченными возможностями. То есть детей стали брать в детские сады, дети стали учиться в школах, открываются фестивали. Очень много различных проектов, различных фондов открываются для поддержки детей с ограниченными возможностями. И, конечно, в будущем уже открываются даже рабочие места для инвалидов, где могут они потом успешно себя реализовывать. То есть все. Я думаю, что общество наше развивается, идет к лучшему и создаются хорошие условия для детей с ограниченными возможностями. Ну и тогда давайте, может быть, помечтаем. У нас почти уже подходит эфир к концу. Возможно ли такое будущее, когда право инвалидов на общение, на равное общение не нужно будет никому доказывать? И наше общество будет принимать всех детей, в том числе и с ограниченными возможностями. По вашему прогнозу, может быть, 3-5-10 лет, когда? Ну, это сложно вообще на самом деле запрограммировать, и я не могу это сделать. Но мы видим, что общество идет к этому, и в средствах массовой информации много стали об этом говорить. И люди стали открываться, люди стали добрее. И я думаю, что все будет хорошо. Как сказал Сократ, в каждом человеке есть солнце, нужно только дать ему светить. И на самом деле дети с ограниченными возможностями бывают очень талантливые. Нужно просто помочь, раскрыть ему этот талант. И у родителей очень много есть сил и средств поддержать своего ребенка. Нужно просто дать возможность и вовремя помочь этой семье раскрыться. На самом деле, ограниченных возможностей не бывает. Нужно просто помогать семье и обращаться с семьей за помощью. Тогда все будет хорошо. Было бы здорово. Давайте еще назовем еще раз программы, которые работают в Дороге к дому с особенными детками. И может быть номер телефона или адрес сайта, куда можно обратиться. Или адрес физический в городе, куда можно прийти и попросить о помощи, о поддержке в какой-то ситуации. Ну, значит, программы Дорога к дому работают различные проекты. Это с первых дней проект, уроки особого детства и служба семейного сопровождения Огонек. Мы очень рады вас видеть в нашей службе. Наш телефон 28 80 30. Пожалуйста, если у вас есть какие-то трудности по воспитанию своего ребенка, есть какие-то трудности, которые необходимо решить вашей семье, обращайтесь за нашей помощью. Мы всегда готовы, открыты для вас. Спасибо большое. На этом наша программа заканчивается. Очень хочется, чтобы особенные дети могли расти среди понимающих, любящих людей. И просто потому, что право на детство есть у каждого. Спасибо, наши гости. Спасибо вам. И на этом наш эфир заканчивается. До встречи в следующей программе. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. 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 Продолжение следует...